Всем привет! Сегодня мы вновь отправляемся в путешествие по Харьума. И сначала мы посетим самый маленький замок в Балтийских странах, и потом отправимся на полуостров Йоминда, где посетим секретный советский объект, а также маяк и памятник жертвам Второй мировой войны. Сейчас мы находимся возле вассального замка Кию. Эту башню построили, предположительно, в 1520 году, и говорят, что это самый маленький замок в Балтийских странах. Не знаю, можно ли ее назвать замком или нет, но, предположительно, это была оборонительная башня, а также во время войны использовали для жилья только второй этаж. Хотя там достаточно тесно, в принципе, вот этот диаметр башни внутри, из-за толстых стен всего 4 метра. По стеночке можно было ходить, и что интересно, что вот этот такой балкончик, это оборонительный ход, и он достаточно редок для стран Балтии вообще такое вот сооружение, что вот по кругу как бы оборонительный ход, так редко строили тогда. Вот. Ну а вот эти маленькие окна, это больницы, через них, в общем-то, стреляли, оборонялись. В общем, такая милая башня, она очень живописно выглядит. Мы как бы проезжали мимо и решили сюда все равно заехать, хоть по сути тут, кроме этой башни и вот того замка, который сейчас служит для управы, волости, центром, ничего нету. Ну, как бы тут она очень такая колоритная, эта башня. Внутри есть кафе, но сейчас почему-то все закрыто, и как-то нам не удалось зайти. Мы находимся в порту Хара, и здесь есть два интересных факта, про которые хочется рассказать. Начнем с более старого, а именно вот с того вот острова, он небольшой, всего где-то 10-11 гектаров, и здесь происходит, отсюда происходит, вы не поверите, таллинская килька. Да-да. В 1870 году здесь впервые произвели консервы с соленой килькой под названием Ревельские кильки. Ура! Вот. И, кстати говоря, для того времени было достаточно большое производство. В конце 19 века предприятие располагалось в шести зданиях. В двух из них принимали рыбу, чистили, мыли, засаливали и так далее. А рядом располагалась мастерская по изготовлению консервных банок, кузница, склад специй и подвал со льдом, где ее хранили, эту кильку. Вот. И в то время где-то работало 300-350 человек. Ну, это достаточно большой производство того времени. Вот. Это такой первый факт, о котором хотелось рассказать. Пойдем дальше, там еще будет кое-что интересное. И второе, чем собственно известно это место, это вот эти развалины тройного портового комплекса, который не был нанесен на топографические карты СССР. И для начала строительства жители близлежащих деревень вынудились ехать, потому что они слишком близко тут жили. И, в общем, в 1953 году открыли эту военную базу. Она меняла свои названия, и вот в 1988 году она называлась уже «Научно-исследовательский испытательный полигон по скрытности и защите кораблей». Суть была такая, что здесь размагничивали корабли, в том числе и подводные лодки, для того, чтобы магнитные мины не реагировали на поле с создаваемыми кораблями. То есть такое было стратегическое место для Советского Союза здесь. Ну, понятно, что с развалом Союза все оборудование здесь отсюда вывезли. В общем-то, вот сейчас мы можем любоваться остатками того времени. В северной части полуострова Юминда на северном побережье находится маяк. Изначально он был 24 метра в высоту, но поскольку лес стал перекрывать сигнал маяка, его настроили в 2006 году еще на 8 метров. Это действующий маяк, но, к сожалению, он закрыт для посетителей и взобраться на него не получится. Также в Юминда есть памятник жертвам Второй мировой войны августа 1941 года, когда проходила эвакуация основных сил Балтийского флота из Сталина в Кронштадт. В ходе этой эвакуации погибло 15 тысяч человек и 62 судна и корабля. Вот и закончилось наше путешествие по Хариуму, но мы обещаем снова куда-нибудь отправиться. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok